Здравствуйте! Мы продолжаем первую неделю наполнять тело вниманием, обнимание телом, дыханием, как одним из важных телесных процессов с ним, взаимодействовать. То есть мы практически возвращаемся в присутствие переживаемого опыта телесно. Вот такая у нас сейчас задача. И давайте начнем. И мы можем начать с осознания позы, как вы видите сейчас, насколько это удобно и устойчиво. И два фактора для нас важные, критически важные, это собственно само перерывание, устойчивость, стабильность горизонтальной области таза и вертикальной стабильности позвоночника, вытянутый вверх. Вот эти два фактора мы можем сразу проверить и как-то так первично их уравновесить. Ну что, затем на какое-то время давайте перенесем внимание в визуальный канал и просто погуляем вниманием по пространству, где вы находитесь. Ну большинство из нас, как я вижу, там в комнатах каких-то, но может быть вы можете выглянуть и в окошко, а может быть кто-то из вас сидит в открытом пространстве. Вот мы можем просто повзаимодействовать с этим пространством, замечая объекты, находящиеся, собственно, в трехмерном пространстве. Мы можем видеть не только то, что находится на уровне наших глаз, но и то, что выше и ниже. Не забывать об этих измерениях, об этом вертикальном измерении. Также смотреть на близкое и далекое. Все это вот в трехмерном пространстве. Мы можем отмечать очень тонкие, тонкое такое переживание разницы. Близко-далеко, высоко-низко. Мы это можем чувствовать. Что-то по-разному. Также у каждого объекта есть форма, размер, цвет. Все это, весь этот комплекс уникальности, объекты, с которыми мы встречаемся, на нас действует. Можем видеть это. Также мы можем замечать, что каждый объект, большой долей вероятности, он несет какую-то историю, связанную вот с собой. Я не знаю, я смотрю на тапочки, которые у меня лежат, и в них заложена история моих отношений с этими тапочками. Я перевожу взгляд, кран за окном, строительный. У меня есть какая-то своя история, встреч с этим краном и так далее. Мы можем смотреть сейчас на эти объекты вокруг нас, как на содержащие истории. Просто замечать это, что эти истории есть в нас. Хорошо. Давайте сейчас на время это отпустим, потом можем в обсуждение, когда эти теми вернутся. И посмотрим перед собой просто. И потом позволим глазам закрыться. И сразу же обнаружим изменения. Что сейчас меняется, когда визуальный канал ушел из восприятия? Может быть, в нем, в вашем восприятии, еще остаются какие-то, какой-то шлейф из предыдущего окута. Вы наблюдаете, может быть, какие-то еще образы, с чем вы соприкасались взглядом. Что-то было, пока вы были с открытыми глазами. Все еще как-то какой-то есть остаток этого переживания, своего контакта. Может быть, уже нет. Тогда что есть? Может быть, ощущение тела, может быть, звуки, может быть, мысли. Чувство, состояние, еще что-то. Хорошо. Давайте сейчас обратим внимание на то, что мы называем общим состоянием. Это переживание своего настроения, состояния или внутренней погоды. Я это называю. Просто какая она, эта погода? С чем мы входим в практику? С каким или какой собой? С самим собой. Хорошо. Отметили. Пойдем дальше. Давайте повздыхаем немножко. Просто когда делаем глубокий вдох, может быть, двойной подвдох такой, и потом просто отпускаем выдох, и он как-то истекает из нас сам собой. Вот можем замечать, влияет ли такое вот дыхание, такие вздохи как-то на вас влияют ли они. Хорошо. Поэтому отпустим и это дыхание, позволяя ему дышаться, как оно хочет, замечая вот это, как оно хочет, каким оно становится. И затем, давайте опустим внимание в точке опоры, в таз, почувствуем ягодицы, мышцы промежности, все есть, всю эту сферу, всю эту область ощущений, ощущение плотности контакта с опорой, как это сейчас переживается, прямо сейчас. Как переживается ощущение веса тела. Можем побыть с этим немножко в такой динамике, замечая, как от мгновения к мгновению что-то меняется в этих ощущениях. Может быть, какие-то мышцы будут смягчаться, отпускаться. Когда, возможно, это будет сопровождаться таким постепенным ощущением постепенного усаживания, уплотнение контакта с опорой. Мы можем просто побыть с этим ощущением, насыщая внимание им, а само это ощущение своим вниманием. больше соединяясь с этим ощущением опоры физической. Это мы можем замечать также, действует ли это как-то в целом на наше состояние, вот на ту самую внутреннюю погоду. Оказывает ли какое-то, может быть, маленькое, но влияние. Хорошо. Затем можем начать подниматься вверх по позвоночнику, чувствуя, какое это влияние будет оказывать. И на физическое положение. Может быть, спина будет потихонечку вытягиваться, как-то раскрываться. И, возможно, также на общее состояние добавляя какие-то оттенки этому переживанию, общего состояния своего. Когда мы доходим до грудной клетки, то что с ней происходит, что происходит с плечами, влияет ли это на дыхание ваше, меняет ли оно его. В этом выше, к макушке головы, и так потянемся за макушкой, как будто подвешивая тело за макушку. Действительно важно именно за макушку, то есть мы не наклоняем голову вниз, не задираем подбородок, а чуть-чуть утапливаем горло. При этом все это без напряжения происходит. Небольшое утапливание подбородка и вырастание за макушкой вверх. При этом все тело, можем это проверить, как плечи, руки, все туловище могут как будто выстекать, свисать куда-то вниз, туда к земле, к полу. Это вырастание вверх, вытягивание вверх, как оно влияет на вас сейчас. Хорошо, и затем соединим эти два полюса и два таких вектора внутреннего движения. Макушка тянущаяся к небу и вес тела, стекающий вниз. Между ними позвоночник появляется как такой третий фактор, естественным образом. Можем покачаться вперед-назад, чтобы уловить буквально спиной, телом уловить вот эту вертикальность, вертикальность. Как она чувствуется, переживается. Можем поймать ощущение, когда позвоночник опирается на себя, и тогда меньше усилия в этом происходит. И вот мы можем дальше собрать все вместе, все три аспекта. Окошко, таз, позвоночник. Позвольте им, как-то равновеситься, балансироваться, как будто бы договориться между собой в балансе. Добавим четвертый элемент, четвертый пункт. Внимание! Живот. Если он втянут, можем отпустить, пока мы сидим, пока никто не видит. Можно отпустить живот, позволить ему так слегка выкатиться вперед. Позвольте ему дышать, участвовать в дыхании чуть больше. Хорошо. И вот когда мы собрали все эти четыре элемента вместе, четыре объекта для внимания, они могут создать такое ощущение пространства внутреннего, пространства тела, в котором происходят события. Разные ощущения возникают. Приятные, нейтральные, неприятные. И дыхание течет. Хорошо. И давайте сейчас ненадолго совсем положим одну руку на живот, другую на грудь. Почувствуем этот контакт. Обратим внимание, что дышит, что участвует в дыхании больше сейчас в грудь или живот. Нам не обязательно что-то с этим делать. Мы можем заметить просто как дыхание движется, как задействуется живот и грудь в нем. И как возможно это будет меняться, пока мы остаемся с этим дыханием чувствуемого. Затем дайте обратимся к какому-то чувству, такому переживанию. Может быть, едва уловимого, но переживание что-то мы там, внутри. Если мы направим как-то такой импульс от рук куда-то вглубь, почувствуем, что да, я вот здесь, я чувствую себя здесь, я есть. Это какое-то первичное ощущение, я есть и все. Еще до того, какой или какая я, кто я. Просто ощущение, я есть. Я дышу, я живу, я вот просто чувствую себя как есть, осознаю себя. Вот первичное такое сырое переживание. Хорошо. И затем давайте спросим себя, зачем мы медитируем. От каждой из нас спросить, задать этот вопрос. Или еще другая форма вопроса, что я воплощаю практикой, вот этой практикой, что я воплощаю. Что я делаю с собой прямо сейчас. Что я хочу воплощать. Что важно воплощать. Какие-то ответы, может быть, придут, мы можем уловить эти ответы. И если они значимы, если вы чувствуете этот смысл, мы можем посвятить практику какому-то смыслу, какой-то ценности, утвердив ее в этой ценности. да, я делаю это для этого, для того-то, для того-то. И почувствовать, как это переживается, когда мы действительно говорим, да, это так, соприкасаемся как-то с этой ценностью. хорошо. Потом опять можем положить руки удобно, вернуться еще раз, проверить собственно, саму эту основу позы. Тяжелый таз, позвоночник, вырастающий из него, макушка головы устремленная вверх, живот отпущенный, мягкий. Можем сидеть так, как гора, устойчиво, стабильно. Возвращается внимание от этого переживания. Я сижу и все, присутствие в своем сидении прямо сейчас. И сейчас и сейчас. И продолжаю где-то в фоне оставлять внимание ко всему телу. Пройдем еще по отдельным участкам. Просто замечаю, что в них меняется, когда мы касаемся вниманием их глаза, мышца, круг глаз. можем как будто бы выдохнуть через этот участок. Эти мы посоединим это с дыханием. И со следующим выдохом можем отпустить нижнюю челюсть, позволяя ей повиснуть немножко. Чувствуем ее вес. Со следующим выдохом почувствуем язык. И следующий выдох и лицо, мышцы, кожи. Можем как будто бы выдохнуть сквозь лицо изнутри наружу. Чувствую, как меняются ощущения. потом, как будто, знаете, как будто такой мягкой теплой ладонью проведем вот затылка через шею к плечам вместе с выдохом. Может быть, несколько раз с несколькими выдохами откуда-то от макушки через затылок по шеи и по плечам. И можем обратить внимание на дыхание в плечах, когда они поднимаются, опускаются буквально несколько миллиметров вверх-вниз. И что происходит с выдохом во время выдоха с плечевыми суставами, с плечами? И как ощущается переход между шеей и плечами? Меняется ли дыхание? Иногда, может быть, захочется сделать поглубже вздох, так вздохнуть, а потом оно может опять затихать, опять как-то меняться. затем можем почувствовать, как дыхание взаимодействует с руками. Клечевые суставы поднимаются, опускаются и руки немножко движутся вместе с дыханием. можем чувствовать, как как будто бы волна дыхания затекает туда в руки, движется до пальцев, где-то там затухает. Можем почувствовать, как руки спокойно лежат, но в то же время через них проходит дыхание. и потом вернемся к спине. Спина явно дышит. Вам дыхание может чувствоваться очень хорошо. когда мы сидим с прямой спиной и если какие-то напряжения накапливаются потихонечку, что естественно дыхание здесь может помогать им смягчаться. С каждым выдохом эти напряжения могут как будто стекать вниз по позвоночнику вдоль позвоночника. в целом мы можем чувствовать дыхание к такой поддержку сзади как будто дыхание может нас мягко нежно поддерживать со стороны спины. и затем можем распространить вот это внимание по всей грудной клетке чувствуя весь ее объем там где ребра поднимаются опускаются с боковых сторон боков и передняя стенка все вместе. И солнечное сплетение живот если живот тягивается можем опять его отпускать и может пускать чуть больше дыхания рвот так чтобы чуть больше двигался пах промежность ягодицы еще какое-то время можем побыть здесь чувствуя как здесь с дыханием доходит ли дыхание хотя бы чуть-чуть своей волной также до таза дотекает ли она сюда опять ощущение веса можем почувствовать плотность соприкосновения с опорой потом пойдем по ногам от забедренных суставов стопам и снова вернемся к телу как к целому можем обратить внимание на дыхание на такой единый текущий поток все тело лучше или меньшей степени задействовано в дыхании это время просто посидеть вот так чувствуя все тело целиком как гора устойчивая стабильная такая живая дышащая гора с каждым вдохом она немножко расширяется с каждым выдохом сдувается опять расширяется и затем я предлагаю поисследовать само дыхание свои отношения с ним прямо сейчас можем пройти по пути дыхания давайте сначала почувствуем ноздри охладный воздух касается ноздрей на вдохе и теплый на выдохе это просто трение воздуха в ноздре мы пойдем дальше за дыханием за его потоком через нос это носоглотку и там дальше по трахе чувствую как оно затекает дыхание в грудная клетка как грудная клетка поднимается опускается расширяется и вспадает во всем объеме своем включая боковые поверхности и спину как оно идет дальше в живот и задействовано все тело мы можем очень условно разделить пространство дыхания какие-то совсем локальные типа ноздрей какие-то побольше спина грудь живот самое большое пространство всего тела в котором в котором течет единый поток дыхания мы можем немножко погулять по этим пространствам то фокусируя внимание на чем-то очень маленьком локальном расширяя его до большего пространства то занимая все пространство тела вместе с пространством дыхания и при этом мы можем понаблюдать а где нам лучше вот где вы чувствуете больше устойчивости какой-то или такой расположенности когда вы вот можете расположиться там в дыхании разместить себя быть может быть такое ощущение чувства как возвращение домой в такой хороший дом где можно расслабиться все отпустить побыть собой как есть шутки на в то вы если внимание отвлекается что скорее всего неизбежно будет происходить бывает что мысль приходит и забирает вас в себя это нормально это происходит со всеми вот когда мы обнаруживаем это мы уже там что-то думаем этот момент немедленно просто сразу как будто так соскальзываете к дыханию в дыхание туда где вам удобно и хорошо и второй аспект можем добавить сюда же отдыхание есть как минимум три таких периоды больших вдох есть ли какие-то свои качества переживаемые нами можем почувствовать что это за качество как так посмаковать как мы смакуем будет вкусный напиток можете ли вы найти какие-то аспекты приятные на вдохе для вас чувство наполнения расширения может еще какое-то чувство на выдохе что происходит на выдохе каждым выдохом если там какие-то приятные аспекты по маленькой может быть на удовольствие отпускание чувство отпускания расслабление может быть пауза если она возникает после выдоха бывает такая естественная пауза на какое-то время может быть в ней тоже есть свои аспекты приятности затихания всего умиротворения хотя бы на обновение вот если мы сейчас побудем выдать возьмем всего лишь один дыхательный цикл один дыхательный цикл проживем его как следует как-то с ним прям полностью побудем чувствуя смакую каждое мгновение вдоха-выдоха и пауза никогда один заканчивается понятно что начинается другой мы можем также побыть и с ним хорошо и сейчас прямо отсюда прям вот из-за того переживания единственного дыхания в котором мы можем быть с которым можем оставаться сейчас положим одну руку на живот другую на грудь опять почувствуем этот контакт когда можем чувствовать дыхание одновременно изнутри и снаружи когда можем вот так вот себе обнять коснуться себя быть собой подышать собой мы можем как-то к себе отнестись определенным образом и что если это отношение будет таким дружеским добрым, поддерживающим, сострадательным, сурадующимся, сочувственным когда можем быть с собой как друг или подруга и вот из этого переживания, может быть, если оно возникает когда мы с собой и нам как-то вот с собой хорошо достаточно близко, интимно, так сказать то можем ли мы пожелать отсюда, из этого места, из этой точки, из этого отношения в себе же, чего-то хорошего, доброго, поддерживающего хорошо, давайте вдохнем, отпустим этот опыт пусть он останется с нами, но в то же время можем его и отпустить и я предлагаю сейчас открыть либо одну руку, вторую оставив на себе, либо обе руки открыть просто почувствовать этот жест когда мы можем руки просто расположить удобно, положить их на колени, например так, чтобы ладонями были направлены к миру туда, как от нас к миру сам этот жест можем осознавать как это меняет, что это меняет в ощущениях какого-то переживания себя если мы направлены сейчас к миру, в большей степени от себя туда опять можем почувствовать дыхание если мы просто вспомним и почувствуем, что через дыхание мы обмениваемся с внешним миром постоянно когда мы выдыхаем, мы выдыхаем в мир когда мы вдыхаем, то мир вдыхает в нас выдыхает в нас точнее и мы дышим одним воздухом со всеми живыми существами и можем вспомнить сейчас каких-то своих близких живых существ людей, каких-то домашних животных если они у вас есть тех, кто нам дорог, и тех, кто дышит вместе с нами если это близкие люди и дорогие существа значит, скорее всего они во мне безразличны и, наверное, как-то дороги можем пожелать им из этого чувства что они нам не безразличны пожелать чего-то хорошего, доброго и поддерживающего что он родит сейчас можем вспоминать о каких-то разных кругах близости вот есть там, наверное, какие-то совсем-совсем близкие есть, может быть, чуть подальше и дальше я предлагаю нам еще чуть больше расшириться и вспомнить про наше вот это сообщество которое здесь собралось вокруг этой практики объединенной этой практикой объединенной как-то общими ценностями, смыслами как-то саморазвитие, исследование себя исследование сознания и мы находимся в разных местах мира тем не менее вместе кто-то прямо сейчас здесь, кто-то в записи потом это смотрит тем не менее мы вместе можем этих людей тоже как-то вот поохватить вниманием кто-то вспомнить конкретный кто-то просто как люди, которых, может быть, вы даже не знаете тем не менее они есть и можем вспомнить о том, что мы дышим вместе одним и тем же воздухом каждый раз, когда я выдыхаю этим же воздухом вы дышите, когда вы вдыхаете точно так же, когда вы выдыхаете я вдыхаю можем пожелать друг другу чего-то хорошего, доброго, поддерживающего и важного что сейчас захочется что родится при этом можем чувствовать вкус этих слов что они делают с нами ну и когда мы делаем их отзываются как откликаются каким внутренним переживанием импульсом оттенком переживания хорошо, и дальше можем расшириться еще больше каком-то кругу людей давайте сначала возьмем просто людей это люди очень разные те, кто нам многие из них мы просто их не знаем и они нам безразличны кто-то из них нам симпатичен если с ними особенно познакомиться поближе а кто-то вызывает нас отторжением кого-то мы боимся кто-то вызывает отвращение в той или иной степени и все эти чувства у нас есть это нормально это неизбежно тем не менее можем ли мы осознать сейчас всех нас как составляющих одной какую-то одну единую сеть мы все дышим одним воздухом мы все живем на этой планете мы неизбежно составляем единство какое-то если мы просто вспомним об этом и учитывая наше разногласие и нашу даже вражду но и нашу также и дружбу и все оттенки переживаний учитывая это тем менее пожелать этой общности чего-то каждому из этой общности что сейчас родится что вы чувствуете и считаете важным может быть для укрепления доверия между этими людьми для преодоления вражды и раздора можем пожелать это себе и им одновременно потом если мы еще расширимся и вспомним что мы не одни здесь не только люди что есть еще другие живые существа что вся эта планета населена огромным количеством живого она вся живая если мы также к ней обратимся и вспомним про эту сеть взаимосвязей больших и маленьких существ желаем чего-то всей этой планете может быть и себе как части ее и каждой части наконец если мы расширимся еще больше куда-то в бесконечность мы понятия не имеем в этой бесконечности тем менее она существует звезды существуют пространство существует может быть вся эта вселенная это что-то живое взаимодействующее и на нас и на каждый элемент каждый элемент действует на другие снимаем как составляющий этот элемент как человек который дышит как существо которое дышит со всем этим пожелаем чего-то всему этому и себе в нем что сейчас сразится ну что давайте вздохнем и опять вернем руки на себя положим их на грудь и живот вот это пульсация жеста когда мы открываем руки к миру потом их возвращаем к себе сама эта пульсация может быть какой-то важный тоже когда мы можем быть и с собой и с другими и в какие-то моменты чуть больше с собой какие-то чуть больше с другими опять с собой и когда мы совершили вот это путешествие туда в какой-то бесконечной открытости снова вернулись к себе то как сейчас с собой вам и может быть из-за этого переживания что хотелось бы себе пожелать может быть это будет что-то немножко другое чем первый раз ну и самое последнее в этой практике если мы снова вспомним о сегодняшнем дне или о завтрашнем если сегодняшний завершается у вас и подумаем как хотелось бы прожить этот день и что воплощать какого или какую себя воплощать в этом дне какой день воплощать через себя все вопросы останутся открытым можем к нему возвращаться каждое мгновение этого дня пусть нас так и ведут по дню или жизни два вопроса первый как я сейчас такая остановка и проверка что со мной второй вопрос что я хотел бы или хотел бы воплощать давайте погладим помним потрем потянемся это надо откроем глаза наглядимся в пространстве вспомним где мы находимся в реальности и посвятим 10 минут какому-то какому-то творческому отклику отклику Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 животной реакции такой биологической реакции которая у нас запрограммирована как-то природой в нас как в животных как в существах выживающих и другая часть это человеческий ответ человеческий ответ подразумевает сознание подразумевает язык подразумевает этический ответ и так далее какую-то комплексность которую мы называем человеческой она отличается от животной и у нас это уживается у нас есть оба эти модуса соответственно так практика которой мы движемся постепенно будет практика вопрошения это соответственно тогда здесь практика ответа она тоже важно и 2 дихотомии так сказать 2 пара противоположности этой истории присутствия и вот как они эти две пары противоположности взаимодействуют в нас вот это мой такой вопрос к себе и к нашему вообще вот к этому к теме нашего ретрита и как мы проживаем жизнь и соответственно можем посмотреть через такую призму такую такую оптику ну и вот предыдущий мой разговор во многом были посвящены нашей реактивности как раз так что если мы живем только в модусе выживания то у нас есть соответственно какие-то достаточно ну такие вот хочу сказать простые наверное не очень простые реакции но они в том числе они просто автоматически они рефлекторные страх агрессивный какой-то этот гнев который ведет за особо агрессивное действие жадность как хватание чего-то ну собственно я говорил что буддизм в этом как-то он рассматривает вот гнев и жадность как основные такие мешающие нашей какой-то более счастливой жизни факторы когда это автоматически когда-то неосознанно и вот тут третий мешающий фактор это вот собственно вот эта самая неосознанность то есть неведение когда мы действуем автоматически и у нас нет никакого никакой осознавания источников этого к чему это ведет так далее и вот это как-то может быть несколько упрощенное описание этой схемы но она будет важно для нас и и в дальнейшем как такая базовая базовое такое рассмотрение всей этой буддийской философии но она философия на жизненной философии как нам что-то может быть в себе менять чтобы улучшать свою жизнь чтобы освобождаться от этих своих же программ вот ну так вот и получается что вот если мы берем эту дихотомия животное человеческое то мы культируем человеческое да мы стараемся культирует ответ ответственность то есть когда мы отвечаем на вызовы жизни как человек и это включает этическую составляющую и или такой вот рефлексирующую составляющую что мы можем отдавать себе отчет в том что с нами происходит в том числе отдавать себе отчет своих вот этих реакциях состояниях чувствах переживаниях таких эффектах на которые у нас возникают отдавать себе отчет от том что буддизм за из клеша это мраченное состояние да какое-то состояние захватил меня и она меня собственно движет к какому-то поведению какому-то каким-то действием но вот когда мы говорим об этом осознании это тут есть два аспекта которые мы переходим уже ко второй части противоположности этих 2 противоположности первое это чистое осознание но вот я просто знаю как как переживается как переживается мой гнев например да меня захватил гнев я гневаюсь я могу это чувствовать вот а как именно этот гнев сейчас во мне разворачивается в протокол процессуальным смысле феноменологическом могу чувствовать вот такое-то ощущение телесное вот дыхание такое-то вот мысли меня это это сопровождает потому что гнев же он направлен на кого-то это может быть на другого человека другое существо на мир вообще не знаю на какие-то события нас или на себя тоже то ему можем гневаться на себя пожалуйста сколько угодно это происходит но как-то вот расстраиваться по поводу себя не быть недовольна критиковать себя и вот тут уже как бы вторая часть выходит наружу что есть какое-то чистое переживание в такой фенологическое вот можем это замечать вот что это мысль такая возникла я могу видеть мысль как как феномен ощущение такое-то возникло видеть чувствуете ощущение как феномен но проблема в том что мы редко так делаем вот мы редко можем это замечать как как просто набор феноменов которые возникают мы погружаемся в это чувство но как бы нас захватывает это мы в этом не виноваты опять же мы так устроено захватывает и тогда уже я внутри этого переживания комплексного то есть гнев я внутри гнева я каком смысле стал гневом я отождествовался с ним и тогда уже не просто я вижу мысль как который у меня возникла а я внутри этой мысли я думаю 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 она меня как бы закрутилов к этого дворота и вот это и там сочиняется эта история до набас обосновывается то есть гнев всегда обоснован то есть также как страх обоснован тревога обоснована там всегда есть какая-то логика всегда есть своя история на закручивается закручивается вот я боюсь чего-то да я тревожусь и опять хочу напомнить это развлечение которое мы можем проводить страх например слово страх это как мгновенная реакция на какое-то событие которое происходит прямо сейчас то есть если мне меня мчится машина и нужно просто нет от нее отпрыгнуть реакция сейчас реакция спасения себя это она полезна и очень важна для выживания но вот эта тревога обычно возникает не нынешнем событии о том что может произойти каком-то будущем вот вчера мы этом говорит что мы живем во времени мы ориентируемся берем информацию из прошлого как было и проецируем будущее как это возможно станет соответственно постоянно вот об этом и и тревога возникает из этого то есть если скажем у меня там что-то со здоровьем вот я был здоров 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 а потом что-то начинает происходить такое меняться здоровье какая-то боль возникла там значит хоть диагноз мне поставили нехороший и соответственно у меня начинает сразу же проецируется на будущее что там со мной будет как во что я превращусь как я значит дальше буду и тут очень много может быть конечно тревоги естественно она естественно возникает как я буду жить дальше если мы там искать серьезные заболевания ну либо там с войной как она будет разворачиваться мы понятия не имеем что будет как будет чтобы там с деньгами а вот когда финансовая ситуация улучшается вообще и моя и все и всего мира и там страны и так далее то есть все эти аспекты они естественно возникают и часто там как раз но практически всегда есть некая логика этой истории да почему это так должно быть почему и так случится и это пойманность в эту логику на мы не можем выйти из нее и это подкрепляется вот этим физическим химическим к биологическим биологической составляющей да то есть проблема в том что когда история но возникнув она не просто какие-то мысли какие-то как не знаю как как бегущая строка нам это было бы хорошо она вызывает чувство а чувство это значит какой-то химический коктейль определенный там каких-то гормонов каких-то веществ которые в нас вот выделяются а эти гормоны опять же запускают новый поток мыслей и вот это бесконечное подкрепление истории со своей логикой сказал объясняющий события представляющие что там будет и собственно химической вот это реактивные наши биологической составляющей как бы все это как бы вместе и вот получается такой замкнутый порочный круг из этих ну как условно мы это выделяем как две составляющие вот мысль как история и чувства которые в общем-то ну физиологически как-то у нас сил логически выражать ну и вот на примере агрессии я приводил пример агрессии как там животные вот эти три вида агрессию животных а там самое как они выделяют холодное то вот когда хищник хочет просто съесть свою жертву горячая агрессия когда такой вот ярость возникает когда что-то встает на моем пути к цели моем хищника любого живого существа и территориальной агрессии но вот я говорил об этом же что у человека появляется новый вид агрессии то есть связанный с какой-то истории с объяснением потому что ну например и наши ближайшие родственники шимпанзе они делают более-менее все то же самое что и мы они избивают друг друга они мучают друг друга ну прям сильно могут калечить калечить то есть проявлять агрессию очень яростно и очень жестоко обезьяны очень жестоки и они ходят на войну вот раньше ну как бы это было обнаружено вот уже в общем то вот в середине двадцатого века оказывается что шимпанзе ходит на войну на другие племена то есть просто проявляют эту территориальную агрессию и причем даже не не обязательно листов чтобы захватить территория чтобы просто показать кто тут сильнее они заходят на территорию этих другого другого племени других этих стая другой стая сбивает там часть начну на силу женщин там убивают кого-то и возвращается свою территорию на собственно вот это наши ближайшие самые похожие на нас и биологическом смысле существа кстати есть интересный вариант что бонобо они также такие же родственники просто они там ну вот это тоже те же шимпанзе просто других средах выросшие здесь очень как раз показательно что ну как среда влияет тоже на какие-то отношения возникающие в сообществе подкрепляя одно и не подкрепляя другое и вот как-то так получилось что бонобо наоборот они очень такие миролюбивые и у них все их значит проблемы решаются через секс то есть у них просто они такие вот хиппи то есть у них там секс любого вида вообще все что угодно можно найти в сексуальной жизни там гомосексуальные отношения бисексуальные групповые и угодно мастурбируют они много дальше просто тут то есть когда у них этот возникает энергетический какой-то вот этот вот сильный реакция на что-то да то есть они ее превращают вот через направляют через какую-то сексуальную активность и у них там женщина главенствует вообще-то матриархат у них то есть вот она очень похожи это фактически один и тот же вид шимпанзе и бонобо просто в разных средах но вот как бы решение разное для регуляции племенной жизни ну вот это значит про животных про обезьян но то есть почему я об этом говорю что у них в общем то есть все тоже что мы можем встретить у нас поведение но у них нет такой вот как пойти войну на войну например ради этого вот я вчера говорил об этом ради трона господня такая идея знаете трон господень где-то на территории значит другого другого племени мы пойдем сейчас значит его завоевывать то есть какая-то идея абсолютно такая абстрактная в общем-то да но она вызывает это абстрактное вызывает те же самые переживания те же самые чувства что ну вот ярости гнева там и вызывает действия самое главное жестокие то есть как вот эта ненависть которая рождается уже из какой-то истории ну и вот по соответственно человеческой уже истории мы знаем насколько это сильно действовало всегда на нас на людей пойти например на войну ради ради чего-то ради какой-то каких-то людей там они всегда описываются там есть да какая-то своя логика там есть заряженные чувства там есть обычно какой-то этический аспект такой вот ради справедливости например так то есть пойти для восстановления справедливости ну то есть например если даже происходит какой-то разбой то есть люди разбойники вот они идут и грабят но обычно они как-то это себе тоже объясняют ну например с точки зрения какого-то восстановления справедливости вот эту человека у него казалось много какого-то ресурсом богатый надо делиться с нами да вот мы сейчас пойдем и тебя грабим то есть там есть какой-то вот элемент этого как минимум да даже если они там циники какие-то вот внутри не знают какой то у них есть какая-то своя там правота своя правда вот ну вот собственно войны происходящие из того что называется ресентимент сейчас да популярное слово все моего как-то очень хорошо выучили на примере этой войны то есть когда какой-то значит народ почему-то чувствует себя обиженным и идет значит восстанавливать некую справедливость по и как как этот народ считает но откуда у народу взялась такая идея даже не просто так она с ним свалилась или вот она там родилась зародилась глубине но как-то она была конечно было это чувство некое переживание там до несправедливости но она была оформлена в какую-то завернута в какую-то идею уже так как эту историю объясненные на объясненные но и вот недаром перед началом войны сейчас путин значит проводился эти политинформациям там лекции читал долгие такие да там по часу больше вот а истории про то какое-то не государство украина значит и и а поэтому на него можно напасть значит восстановить справедливость потому что его не существует это государство это вообще-то все россии мы должны забрать свое вот какая-то примерно такая идея завернута и в очень подробное описание объяснение почему это так ну вот и соответственно ну а у там у гитлера что у него тоже были какие-то свои очень ясные такие свои ясные видения как евреи значит вообще они весь этот отравили всю европу вообще и особенно если тарийский народ вот что евреи это раковые опухоли надо вырезать ну и дальше уже вся война это соответственно восстановление некой справедливости вот то значит надо с австрийцами восстановил соединиться вот значит надо с судетскими немцами воссоединиться все это надо воссоединить великую германию потому что несправедливо и вот этих историй можем найти о чем много там вроде когда значит был геноцид там тоже были объяснение почему-то это племя соседние нужно уничтожить и здесь когда вот история составляется она составляется из образов из каких-то из того что мы можем что у нас действует сильно поэтому ну вот я уже там говорил не раз об этом любому геноциду любой войне там захватнической предшествует массированная пропаганда где враги и объясняются как рисуются как там какие-то существа которые должны просто вызывать отвращение ну тут в руанде там этот образ таракана использовался постоянно вот это радио там радио было знаменитое недавно судили этого как раз человек который владел этим радио хозяина ему же 90 лет там его судили вот и потому что вот собственно там даже такая статистика по моему было те люди которые постоянно слушали это радио они убивали больше гораздо вот и там образ таракана да что-то эти как-то вот эти племя это другое они насчут тараканы а тараканы знание вызывает неприятное же это ощущение переживание такое вот отвращение его надо убить просто раздавить его тапком вот они шли брали мачете и просто шли убивать вот но соответственно другая цивилизация которую мы знаем очень нам ну то есть можно сказать вот эти дикари там какие-то африканцы да а вот немцы конечно ниже вот они были такие прям развитые них там гета был свой них вагнер был них вообще много чего чего было вот и они устроили поэтому очень такую машину хорошо работающую по уничтожению крыс и свиней как они это называли евреев и прочих значит тех кого они считали такими вот заразой такой вот и вот эти все образы они действуют и то что когда мы там так сказать говорим про каких-то них вот как же так как же так немцы такие высоко развитые были люди жили вот там себя как же они так поддались сеть 7 массовое помешательство там миллионы людей там как это возможно было но там в советском союзе как это возможно было как наша наша история недавняя ну вот возможно да и у нас действует эти образы и например найдет пропаганде же используется музыка наша музыка насильно действует и там не знаю какой-нибудь фильме фильме ужасов там хичкок каком-нибудь или еще когда вот это вот какая-то музыка какие-то звуки страшные ведь они же ставят большую часть этого опыта да какая-то история от какой-то образ он совмещается например с музыкальным каким-то фрагментом который определенным образом действует который действует непосредственно на чувство тогда возникает это какой-то объемное переживание ну и вот помните это сейчас не будем делать потому что уже делали сто раз вот это упражнение с едой когда мы представляем еду у нас есть физиологический отклик то есть слюна начинает выделяться или там какое-то ощущение в желудке возникает движение то есть просто почему я все время повторяю почему предлагаю нам проделать потому что он очень показательный как история образ не существующий сейчас в реальности что еще исключительно в нашем сприять в нашем в нашей памяти и в нашем воображении как он физиологически действует то есть также работает там за порнография и вообще восприявил воспроизведение каких-то эротических образов но как бы нет этого человека сейчас здесь в реальности есть его образ в компьютере не знаю на фотографии фильме или в моей голове но возбуждение физической происходит и точно так же образы там страшные например страшный фильм мы смотрим какой-нибудь там не знаю этот ужастик он вызывает чувство страха хотя это образ на экране этого не существует реальность может придут но это точно придумано какая-то драма происходит опять же происходит на экране драма мы смотрим на это и мы там слезами можем обливаться так как как вот у пушкина нам над вымыслом слезами обольюсь но действительно мы узнать я сейчас чтобы как-то немножко отвлекаться от те реальности и наоборот погружаться чуть больше в реальность место где я живу я читаю сейчас такие местную литературу славянскую и такие значит криминальные романы читаю детектива и там же обычно этот детектив это там сериал такой то есть роман за романом про одних и тех же героев и вот этот беру просто ну как вот ну мне интересно потому что сюжет вот развивается здесь где я живу даже там частично на этой улице где я сейчас живу она упоминается то есть как-то вот я могу эти места прям через эту книжку проживать и вот я замечаю себе насколько там герои этой книги становятся частью моей жизни знаете вот это я даже сравниваю вот вот есть люди с кем я сейчас постоянно на связи нахожусь вот там вижу насть например сидит мы там переписываемся там есть они есть там галина и силе ну как бы владимир но вот как-то такой в контакте да находимся и вот каждодневных этих встречах и плюс еще там со многими параллельно как так хотя бы время от времени так ну как-то чего происходит я знаю как бы да какие-то события где сейчас человек что с ним как как какие истории там проживает и они становятся моими на тоже не ставят частью меня и то и а тут у меня еще параллельно я читаю эту книжку там какие-то абсолютно вымышленные я знаю что это вымышленные люди их не существует но для меня в моем утреннем мире они практически такие же я счет там переживаю волнуюсь за них а что там дальше будет значит а вот там чего знаете и это прям это я замечаю это в себе и мы с этим живем каждый из нас вот так-то и даже когда я думаю там про то что происходит там ну не знаю вот я просто вижу сейчас настю вот что там с настей сейчас да ну как-то я сопереживаю каким-то там вера сейчас есть или нет то есть может с кем-то давно дружим и давно в каких-то отношениях и я не могу просто так вот взять и там не думать про этого человека но я всегда домысливый же да я всегда тоже как это просто я же не знаю точности что человек сейчас конкретно переживает и что там тем более что будет у меня есть какая-то история внутренняя связанная с этим вот и это важно что ну у нас это есть история образ память и проекции на будущее какая-то внутренняя логика этого она существует она ведет меня и она порождает постоянно какие-то переживания какие-то чувства я хочу эксперимент маленький я его уже делал на разных там тренингах на разных ретритах на этих кто-то из вас это уже проходил со мной но не грех пройти еще раз тем кто проходил и тем кто не проходил тоже пойти то есть что сейчас что я предлагаю я предложу сейчас картинку начать посмотреть на картинку вот такая фотография вот сейчас значит она просто фотография и ну вот мальчики там бегут так мне это хорошо ладно просто думаю как мне тут вот но это не мешает просто мне тут мы сидим также и пока мы сейчас будем смотреть так единственно что мне нужно сделать будет чтобы там будет еще еще будет значит музыка меняться что я предлагаю вот знаете я хочу сначала вот кто-нибудь мне просто сейчас музыку поставлю простые я все время забываю этих настройках как чтобы музыка там играла смысле чтобы одновременно картинка была и и музыка вот я сейчас включу музыку и кто-нибудь вот вот например или насть я вас вижу мария кивните если слышно музыку а фотография видно сейчас и фотография видно и музыка слышно отлично ну вот тогда мы сейчас так это и сделаем так так значит вот давайте сейчас что что будет там будет четыре по моему фрагмента музыкальных которые я выбрал музыка моей подруги света минаевой с киева вот три разных фрагмента и мы можем смотреть на фотографию каждый фрагмент там по минуте по две всего лишь можем смотреть на фотографию замечать как вот как меняется наше восприятие в зависимости от а значит музыкального фрагмента давайте вот начнем вот есть просто сейчас сначала без музыки можем начать смотреть вот мальчики бегут там что-то что-то происходит какая-то жизнь там у нас есть какое-то переживание какая-то история которая рождается то вас вот если сейчас побудете с этой немножко истории что у вас рисуется про жизнь происходящую на этой картинке вот и через какое-то время заиграет музыка и она будет вот меняться и мы можем замечать разницу своих переживаний и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok И сейчас можем закрыть глаза ненадолго, вдохнуть, выдохнуть, и потом открыть их снова и опять смотреть, и будет другая моя. Субтитры создавал DimaTorzok И опять закроем глаза, вздохнем, отпустим, откроем глаза, опять будем смотреть. Музыка будет другая. Музыка 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 Ну и последняя. Давайте опять вздохнем, закроем глаза, отпустим это, откроем опять еще один фрагмент, последний. Еще раз просто посмотрим, почувствуем. Музыка 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 Да, просто музыки не было. Это была такая благостная тишина. Это тоже фон. Была музыка. Была музыка последний раз. Четвертая была. И то у вас, значит, только. Жизнь не было слышно. Ну, хорошо. У кого-то, значит, было без музыки, у кого-то с музыкой. Хорошо. Ну вот, просто идея. Я думаю, что мы сейчас это обсудим. Вот я сейчас завершу свою часть на этом. Просто я думаю, что вы осознавали, как изменение своего восприятия. И самое главное, вот я хочу сейчас поспрашивать сюжет. У вас как-то отклик. Какая история у вас рождалась? Вот это очень важно, что мы смотрим, там есть какой-то сюжет. Мы видим этот сюжет. Но сюжет, он рождается где? Вот эта застывшая картинка. Дети бегут, застывшая картинка. Но у нас рождается сам собой какой-то сюжет. Я думаю, что, ну вот у меня рождается. Не знаю, наверняка у вас тоже. И происходит параллельно с этим вот некое воздействие на наши чувства с помощью музыки. Музыка так на нас действует. Определенный ее там ритм, тональность и прочее, 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 порождает определенный эмоциональный отклик. И, соответственно, вот это сочетание эмоционального отклика и на музыку, и визуального образа порождает какую-то свою историю. И вот то, чем мы сейчас занимались, мы наблюдали, собственно, порождение этой истории в себе. Но проблема возникает, когда мы не рефлексируем это. Когда это внутри нас автоматически возникает, а мы этого не замечаем, тогда это становится нашей реальностью, из которой мы смотрим. Вот сейчас мы старались, во всяком случае, так как это было специальное упражнение для наблюдения этого процесса, да. Поэтому у нас были в этом смысле хорошие условия. Так что мы видели самовозникновение этой истории, этих чувств, этих переживаний, окрашенных определенным образом, но при этом мы могли еще свидетельствовать это. И вот это важно. Здесь как раз вот эти два модуса, о которых я говорю, история и присутствие, мы здесь их старались совместить. Мы не можем остановить историю, которая возникает. История сама собой пишется, она рисуется. Она возникает неизбежным образом из нашего контакта с реальностью и наших уже внутренних программ, которые там запускаются при этом контакте. То есть наше отношение, оно на чем-то основано, оно обусловлено нашим прошлым опытом, чем-то обусловлено. И, соответственно, эта самовозникающая история, она неизбежно возникает. Но при этом, если у нас есть, если мы добавляем сюда вот этот модус присутствия, то тогда у нас появляется возможность видеть, не только смотреть изнутри истории, но и осознавать саму историю. И вот это может быть уже путем к изменению, путем к изменению, собственно, зависимости только от этой истории. Тогда в том числе нами может быть, ну как бы здесь уже вопрос такой, вопрос свободы. В том числе свобода от вот этих внешних воздействий, как-то нами, ну как-то в меньшей степени можно манипулировать, ну как-то с меньшей легкостью, с меньшей легкостью. Всера можно, конечно, вот, но с меньшей. Вот, когда мы замечаем эти манипуляции, как именно, что происходит, что делает со мной вот эта музыка, например, которую я слушаю, что делает со мной какая-то новость, где которую я вижу в телеграм-канале каком-нибудь, с которым я слежу. Потому что ведь она сформулирована определенным образом, она составлена из определенных слов, там определенная история есть. Эта история сцепляется с каким-то моим опытом, с моей историей, и цепляет меня за какой-то мой крючок, и ведет меня в определенном направлении, в определенные отношения к чему-либо. И, опять же, здесь это может быть правильно или неправильно, с какой-то позиции, да, мое отношение. Это может быть вполне этически, я чувствую, что это правильно, но хорошо бы это рефлексировать, хорошо бы осознавать, что именно меня здесь цепляет, куда меня это ведет, каким действием. То есть если у нас появляется этот режим присутствия, дополнительный к режиму истории, то это помогает нам, ну, как-то хотя бы чуть-чуть, но освобождаться от вот этого, ну, какой-то полностью, полного погружения в эту историю и рассматривания там всей ситуации или всей жизни себя только из нее. Вот, окей, на этом я сейчас завершу эту часть и прошу вас какие-то свои отклики тоже давать, вот, может, на это упражнение, как раз на последнее, что вы замечали, ну, и вообще как-то, может быть, захочется сказать. Знаете, пока вы думаете, я прочитаю, что у нас было написано. Елена, в доме дыхания носятся мысли, словно веселые, озорные дети на фоне тишины Вселенной. Вот дети как раз у нас носились, сейчас на фотографии тоже. Я пишу, иголка боли в стоге жизни, так много жизни, так много. Владимир, на фоне тревоги, страха и боли, вечное дыхание. Поменяю фигуру и фон. Хорошо, кто-то хочет как-то откликнуться вот на то, о чем мы сейчас говорили, или там про свою практику медитации, в общем, о чем угодно. Хорошо. Мне интересно вот по поводу этой последнего упражнения, как замечали ли вы какие-то изменения, как рисовалось ли у вас разные истории, может быть, немного, но разные. Доброе утро. Да, Мария. Очень много слов. Я выбираю все время говорить или нет, потому что так много и хочется как будто как-то это говорить более собрано. Но я попробую сегодня. У меня сегодня, я не первый раз это упражнение уже с вами делаю, может быть, мне кажется, уже раз в третий, наверное. Ну, то есть, немного, но уже так. И интересно сегодня я кое-что другое совсем поняла для себя, как будто более расширяющее. То есть, вот этот момент, что я по-другому воспринимаю историю, у меня другое настроение, состояние, это я уже знала в прошлой разы. И мне это знакомо, например, там из, ну, не знаю, мне кажется, многие в школе ставили спектакли и выбирали музыку для них. Ну, то есть, что-то такое у нас есть вот в природе уже знание, что я могу для определенного состояния создать вот что-то там, музыкой, не знаю, какими-то цветами, подушек и так далее, чтобы что, чтобы люди зашли и что ощутили, что увидели и что ощутили. А сегодня я еще и подумала, что можно работать так с собой. Ну, то есть, это вроде бы банально и кажется, что с этим соприкасалось уже, но сегодня как-то по-новому я подумала о том, что я могу свои истории, в которых, например, я ощущаю себя, ну, как зафиксированный, сжатый, я могу их по-разному попроживать. Вот у меня даже родилось упражнение там с музыкой потанцевать, например, эту историю под разную мелодию, вот как вы сегодня предложили выбрать и потанцевать одну и ту же историю и посмотреть, как я могу, это же может быть история какая-то в прошлом, которую я задексировалась, а может быть, которую я боюсь в будущем, ну, или не боюсь, а там она должна случиться, а я там ее как-то уже навесила на нее какие-то там свои, ну, то есть, побыть с этим вот так. Вот какие-то у меня такие размышления сегодня пришли, очень интересные. Спасибо, Мария. Да, это очень, ну, вот я как раз для тех, кто уже не раз, не первый раз делал это упражнение со мной, я специально, в общем-то, предлагаю одну и ту же фотографию, потому что у меня, как бы, я мог бы разные картинки предлагать, в принципе-то, ну, такого вот, как бы, достаточно открытого содержания, в смысле, куда можно очень разные истории как бы подвесить, но мне как раз хотелось, чтобы тем, кто уже делал, когда мы проделаем вроде бы с одним и тем же материалом, мы как раз можем видеть, насколько каждый раз, может, какая-то разная история, ну, или там, даже если не радикально разные, но все равно какие-то разные оттенки этой истории возникать, а может быть, и разные, и прям совсем разные. Вот, ну, а насчет вот этого второй части, что сказали, что работать через это, да, это, конечно же, тоже может быть очень таким хорошим инструментом работы со своими состояниями, здесь я могу только там поддерживать это и какие-то свои собственные эксперименты, ну, и вот там мой друг Гершон, всем известный, Саша Гершон, ну, он как раз очень много с этим работает, как раз с танцем, и у него есть вот онлайн-программа, делали совместную недавнюю недельную программу, где как раз вот там совмещается, ну, музыка на нас действует, просто вот хочешь не хочешь, а действует, то есть она действует, поэтому какой-то подбор себе какого-то саундтрека для жизни, в общем-то, может иметь смысл, как работа с собой, вот, а если мы включаем туда и движение, вот, как там Саша Гершон, ну, я просто тоже много работал с движением, но сейчас вот я решил уже готовить к старости, больше сидеть, вот, что можно там и уже в каком-нибудь этом сидеть в коляске, значит, преподавать медитацию, надо как-то тренироваться, вот, а Саша, значит, все танцует, поэтому можно к нему присоединяться, если самому как-то в этом не очень много вы там можете экспериментировать и находить, есть возможности с кем-то это делать, понятно, что не только Саша, многие делают сейчас это, вот, но это хорошим путем в целом для работы с собой, вот, когда мы и музыку используем как перестройку, как, как бы, специально выбираем фильтр, да, я первый фильтр, а все равно у меня какие-то фильтры, да, то есть, как бы, мы в любом случае в каких-то фильтрах все время находимся, фильтрах восприятия, так почему вы мне не подобраете сейчас специально под какую-то мою задачу сознательно фильтр, вот, через определенную музыку, например, которая мне создаст определенное там настроение, состояние, взгляд, я вот, например, ну, там, когда появились только эти плееры, еще кассетный плеер у меня был такой, я вот ходил какое-то время, у меня это была как прям практика, там, в Москве жил тогда, и вот я везде, еду в метро и смотрю вот на людей, вот какой-то вот, а у меня там, значит, какой-то саундтрек, вот как, как фильм такой разворачивается, вот я вижу эти, как люди, вот как в фильме, они, какие-то у них отношения, и музыка окрашивает это определенным образом, неизбежно, и у меня тогда возникает, ну, как какое-то отношение к этому, как к искусству, я как бы не внутри этого полностью, а вот я в произведении искусства, и там чуть больше свобода появляется, в общем-то, напомню, у меня, знаете, какие-то же образы, вот, бывают в памяти, застрянуто, совершенно вроде бы, ну, почему, как, ну, вот у меня есть такой образ, как-то я шел тоже зимой по улице, был, не знаю, лет 20-25 назад, давно, иду зимой по улице, а гололед какой-то, и я слушаю что-то такое, какого-то, по-моему, Вивальди, что-то такое, ну, какое-то, в общем, там, значит, времена года, или что-то такое у меня тематическое, значит, зима там, и идут два пьяницы, а причем это утро, они уже нажмемшись хорошенько, то есть, и гололед, понимаете, они и так едва на ногах держат, и они очень так, очень бережно друг друга поддерживают, значит, и все время падают, падают, стоят, друг друга поддерживают, значит, как, я вижу это, как такой танец, танец, вот, и какой-то у меня такой, вот, что это действительно, этот образ, вот, какой-то дурацкий, совершенно событие, но он остался со мной, как одна из драгоценностей, каких-то, такой яркий солнечный день, зимний, вот, но вот он остался, и это к тому, что мы можем создавать, то есть, в реальности, мы можем, как минимум, их окрашивать во что-то, да, и выходить из какой-то очень жесткой обусловленности, опять же, чем обусловленность, каким-то предыдущим своим опытом бессознательным, мы можем вносить до сознания, и в том числе, через сознательное действие, ну, каким-то образом окрашивать свое состояние, то есть, наша вот практика осознанности, там, вот, первый элемент, это действительно чистая осознанность, мы стараемся к этому просто отдавать себе отчет о том, что происходит, но дальше у нас есть возможность что-то делать, ну, и, например, вот в нашей сейчас даже формальной практике практика мета, ведь это, ну, вот эта дружественность, ведь мы что-то делаем, да, мы специально, ну, когда направляем внимание и какое-то чувство через слова, через образы порождаем, сознательно, специально, потому что считаем это для себя полезным, вот, поэтому, да, я тут только могу это поддержать, вот всякие эксперименты там, с теми инструментами, которые у нас есть, музыка у нас есть как инструмент. Елена, скажите. Да, я хотела поделиться своими наблюдениями, когда менялась музыка, первое было очень такая, ну, возвышенно спокойная и скорее веселая, и вот когда поменялась потом музыка на другую, сразу появился какой-то тревожный фон, причем такой нарастающий тревожный фон и вот эта интерпретация внутри истории, она плавно, я видела, как она менялась, то есть, если обычно я не замечаю, как меняется восприятие, то здесь вот я прям пронаблюдала, как волна вот этой вот свободной, веселой, расслабленности, что там дети играют и получают удовольствие от движения такого спонтанного, и вот поменялась музыка и пошла волна, вот как-то вот эта история, она начала как будто переписываться и появились тревожные нотки, возможно, там это, что-то там происходит, может быть, это какое-то время войны, может быть, это еще что-то такое тревожное, может быть, они убегают от кого-то, и вот фон, который, в смысле, не фон, а вот обстановка вокруг детей, если детей считать за фигуру, а вот все вокруг фон, и фон тоже начал подыгрывать, то есть там элементы, они, как они прорисовались, появились новые элементы, а потом была третья песня, и у меня вообще отключилось восприятие картинки, потому что я слушала саму песню, пыталась понять, на каком языке она, и вот это интересно, что какая-то мурашка на кого-то едет, это было так прикольно, и у меня сразу думаю, боже, а что это за язык, ну, я, к сожалению, так и не поняла, украинский, это украинский, 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 вот очень классно, мне это мне очень понравилось, я вот думала, может быть, это либо украинский, либо это славянский, потому что вы в Словении, но при этом у меня вообще отсутствовало восприятие картинки, то есть у меня, я вся ушла в мысли и анализировала вот этот звуковой ряд, вот, и последнее она как бы приятно закруглила, сделала такое, какое-то успокаивающее, выравнивающее состояние, и вот целая история, картины, это очень классно, и еще хотела добавить немножко с запозданием, но я думаю, что это не так важно, что у нас был период, когда мы в конце практики слушали музыку перед метой, то есть вот после настройки мы слушали, включали музыку, и мы ее слушали, и для меня это было прям очень приятная и очень интересная практика, я чувствовала, как музыка, как тело внутри, то есть под вот эти вот вибрации тело движется, расширяется, раскрывается, там какой-то кровоток усиливается, где-то какие-то совершенно вообще непривычные, удивительные, оригинальные ощущения, и в общем очень здорово, я раньше музыку так никогда не слушала, и теперь у меня это большое открытие, какое сильное влияние на музыка. Спасибо большое. Микрофон. Вот не слышно. Да, извините, спасибо, Елена, и с музыкой это, конечно, целый такой большой, ну вот для меня это очень большой пласт жизни вообще занимает музыка, с ней контакт, хотя я сам никогда ни на чем не играл, но я такой меломан. И ну вот с одной стороны можно вот как мы говорили до этого вот смотри что то это было это музыкальный фонд да, 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 да. Так вот про что я, да, про музыку, что я, например, использую как такой вот именно саундтрек к жизни, да, и это одно в действии. А мы можем также еще, конечно же, надо, наверное, это делать обязательно, делать музыку как основным фокусом внимания, да, вот как она прожить музыку, прожить действительно больше ничем не занимаясь там, погружаясь в нее. И это может быть, конечно, очень такой глубокий сильный опыт контакта с собой вообще с жизнью. Владимир, скажите? Так, сейчас попробую. Я без картинки, потому что я иду по улице, да, мне неудобно держать перед собой. Хорошо. у меня несколько соображений, ну, начну с последнего, это реакция на вот последнее упражнение, последнюю практику. А, у меня опять же вспомнилась одна история, которую я пережил в Москве в 90-х годах. Иду я по заснеженному за Москву речью. Вечер падает, сидит, вижу, бежит голая девушка. Совершенно голая, у нее так волосы красиво развиваются, а за ней бежит милиционер, дворник, и я его назвал мужиком. Такой мужик, который буквально к мне руки протягивает, у него такое еще выражение как бы похоти на лице. Причем это вот такая красивая картинка, у девушки развиваются волосы, она очень плавно бежит, на ее лице такая как бы вложенная улыбка. Опять же, ноябрь, конец ноября, падает с ней холодно. Да, причем это вот как у меня еще время остановилось, это как в замедленном фильме проносится, это троица, нет, четверица проносится мимо меня. и в этот момент какая-то музыка появилась внутренняя подложка, то ли танец маленьких лебедей, очень красивая цена. А потом, кстати, дворник, дворничка, она выглядела как дворник, у меня даже, по-моему, метла была с собой, она кричит, Марина, Марина, А потом эта группа проносится опять на меня в обратном порядке. Да, вот такое как бы странное меня воспоминание. Владимир, вы исчезли. Знаете, на этом. Так, у меня звук исчез. У меня звук исчез. Да, да, но мы закончили на Марине, когда она пронесла. пронеслись, да. Да, но это, наверное, реакция еще на вчерашнюю Марину, да, но это совершенно реальная штука. А второе, это моя лекция, блядь, ну вот про два режима, про две шкалы, что ли, это режим истории присутствия и режим такого как бы реагирования животного автоматического и сознательного, осознанного. Да, то есть, ну, на мой взгляд, на самом деле, есть какой-то третий режим или третья шкала, я бы его назвал там реакцией буддисаттвы, да, или природы будды, когда в какой-то степени эти крайности сходятся, да, потому что, ну, гипотетически буддисаттва или там, не знаю, освобожденный архат, он же, наверное, реагирует не из истории, даже, ну, возможно, из присутствия. вот, я в том имею в виду, мы ведь можем реагировать действительно, мы, я, он, она, они, вы, из целого, из своего переживания целого, не из какой-то своей памяти, из своего фона, а из, переживая, там, мир целиком, из тот, целиком, мы реагируем здесь сейчас, но из всего целого, это, наверное, какой-то другой тип реакции, не из режима истории, даже, наверное, из режима осознанности, вот, еще мне вспомнилась история, которую я слышал вживую, не знаю, такого, не то чтобы от шамана колдуна, закеренателя дождя, а он рассказывал, как он управляет погодой, значит, что он делает, чтобы, не в погоду, когда его об этом просят. Потом я эту историю посчитал в журнале «Химия жизни», потому что, может быть, он ее оттуда, конечно, прочитал, но вот, слышал я вживую. Он говорит, что я делаю? У меня очень простая техника. Я, находясь там в гармоничном довольно состоянии, присоединяюсь, по сути дела, к той погоде, которая есть в этом местечке. Если там нет дождя, там пойдет дождь. Если там засуха, если там идет дождь, там будет погода выравниваться. То есть я присоединяюсь своим внутренним своим состоянием к той дисгармоничной ситуации, которая есть в этом месте. Он мне про мир говорил, про конкретное локальное место. И потом вот я перехожу в свое гармоничное состояние, и это, наверное, как-то приходит вместе со мной. да, это такая, ну, он делел, наверное, мир на себя, и мир, но вот то, что он рассказывал. То есть мне кажется, что это тоже такой-какой-то другой способ реагирования, да, через работу со своим внутренним. Вот все, что я хотел сказать сегодня. Валерий, прошу прощения, еще дело в том, что вот то, что касается фона, вот этого, который можно использовать в музыке, ну, я сам неоднократно это использовал в театре, причем на контрасте, когда там какие-то там резкие действия, драка под какую-нибудь такую очень мелодичную тихую музыку, например, или наоборот. Это очень работает. А еще вот дело в том, что вот наш фон, наш, интересно, какая музыка звучит у меня, например, какая музыка является моим фоном. Музыка, с которой, может быть, я родился, вот мой там фон. И это, хотя с другой стороны, вот этот фон, это же те же самые желтые очки, про которые вам рассказывала Настя, а вы рассказывали нам много раз. То есть интересно, вот моя, ну, мне интересна моя фоновая музыка. А если ее поменять, да, поиграть с этим тоже, наверное, интересно. спасибо. Да, спасибо. Вот насчет последнего, сегодня, знаете, я люблю Кейджа очень, и, как он, он замбудист был, и вот это его, так сказать, музыка, 4.33, 4 минуты 33 секунды, музыка жизни. Действительно, это тоже, это же, как мы говорим, музыка, имея в виду, ну, вот, когда у нас есть специально оформленные звуки, да, каким-то образом, каким-то вот человеком, порожденные, и, 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 голоса. Но музыка, это еще, мы можем, как сказать, про музыку, как про отношения, отношения, да, и, соответственно, вот то, что он сделал, это 4.33 минуты тишины, 4 минуты 33 секунды тишины, но тишины, которая не бывает тишины, а тишина, которая всегда наполнена чем-то, и, если мы будем слушать жизнь, вот так же, как, слушать ее, как музыку, да, вот какой уже, теперь этот саундтрек возникает здесь, в моей жизни, и это как внешние, реальные звуки, какие-то доносящиеся повсюду, и так же, вот как Владимир сказал, мое внутреннее состояние, если я буду относиться к нему, как к музыке, это сильно может быть, и слушать это, да, и, и может быть сильно не только слушать, но и включаться, как музыкант туда, то есть, то там много, много может быть, такое поле для экспериментов, сильно большое, вот, ну вот, остальное я забыл, что хотел сказать, Алексей вот написал, очень интересная лекция на тему влияния музыки, Владимир просто кладезь историй, да, Саша, Оля, кто-то из вас хочет, да, или оба? Всем доброе утро, рада всех видеть, вот хотела немножко откликнуться, что я заметила очень хорошо, как бы, ну, свое такое ограничение, или что это такое свое свойство, то есть, при первой музыке, при первом отрывке, у меня сложилось определенное восприятие этой картинки, я ее не первый раз вижу, да, но это было уже несколько лет назад, теперь, когда я ее показываю, я совсем забыла, вот, и какое-то все равно, вот, первый раз сложилось определенное восприятие, вот эти серые тона, и это явно не сегодняшний день, по многим признакам видно, что это уже где-то, не знаю, ну, например, время Второй мировой войны, какое-то такое, и вот эти серые цвета, и вот я всматривалась, мальчики такие, не знаю, лет 10, 11, 12, и вот они так бегают, но если бы это девочки так танцевали, я бы подумала, что это какой-то танец такой интересный, но мальчики так бегают, и руки расставили, что-то они такое изображают, мне подумалось, что вот что-то такое они изображают из того времени, из военного времени, может быть, самолетики летящие изображают, почему-то очень и музыка была такая тревожная, вот эта картинка у меня сложилась, и потом, когда следующие были отрывки, и следующая музыка была веселая, в моем восприятии, у меня не менялось больше восприятия, то есть у меня сложилось определенное мнение про эту картинку, и оно больше не менялось, то есть наоборот, я смотрела, я думала, что вот эта музыка сюда никак не подходит к моему восприятию, следующий отрывок, тоже абсолютный диссонанс с картинкой, вообще не о том, вообще не подходит, и вот эта первая и последняя музыка, вот они подходили более-менее к моему восприятию этой картинки, то есть вот так вот, то есть у меня не менялось восприятие картинки, в зависимости от музыки, а наоборот, я считала, что музыка сюда не подходит, вот, ну и отдельно, так сказать, действительно вот независимая эта песенка, которая у меня совершенно никак не связывается с этой картинкой, замечательная, конечно, детская песенка, очень приятная, вот все, спасибо. Спасибо, Оль, да, хорошо, что внесла эту тему, потому что сильно, ну, другая сторона, то есть с одной стороны на нас действуют вот эти, ну, вот, музыка, как и вот там, например, Елена описала это вот со своей стороны так, что вот так действовала, а у тебя по-другому, и мы тоже, я думаю, что каждый из нас в себе может это находить, что если один раз история возникла, то потом ее, извините, хрен сдвинешь от тебя, что вот этот образ чего-то определенного, и это тоже часть нашей жизни, нашей жизни, я думаю, что каждый с этим встречается, но вот опять же, что мы можем здесь добавлять, из режима присутствия, если мы это распознаем, окей, вот так это у меня, и дальше уже, ну, какая-то может быть цепочка каких-то, ну, понятно, просто сейчас это было какое-то упражнение, но просто, чтобы еще раз увидеть это, да, вот эти все механизмы работающие у нас, но по сути, это, конечно, имеет смысл как-то брать в жизнь, чтобы, окей, вот у меня есть определенное видение, у меня есть определенная история, я в ней, и, ну, и можно там проанализировать, можно как-то и почувствовать, с одной стороны, и проанализировать тоже, а это вообще какая-то правда, ну, в смысле, какая-то правда, такая вот, правда-правда, или это относительная правда, или какой-то относительный взгляд только, что могут быть там другие какие-то, все это нам позволяет, ну, как-то расширяться, но для этого нужно увидеть свое устройство, вот что, как это у меня, как я это уже вижу, вот увидеть свое видение, вот это увидеть, через что я смотрю, ну, вот как Владимир говорит про эти очки, распознать, что я в очках, распознать, что да, у меня есть определенное видение, да, у меня есть определенная история, и это видение, эта история, это не истина в последней инстанции, вот это каким-то образом, по мне сложилось дальше уже ну как бы устраивает меня это не устраивает там но это всегда там конкретика какая-то уже дальше вот но само это распознавание но первичная но очень важно но и наша практика она про это распознавание дальше уже как бы если распознали ну кей можно уже делать что-то уже с этим зависимости от своей там ситуации и вообще желание и намерения так же спасибо что ты тоже эту часть сюда привнесла потому что тоже понятна часть нашего опыта галин я вижу я сейчас прочитаю так в начале мария написала в начале практики когда мы задаемся вопросом какая у меня внутренняя погода можно добавить вопрос какой саундтрек играет по умолчанию сегодня да 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 кстати спасибо калин скажите да доброе утро рада всех видеть что заметила смысле отметила о себе о себе мне так понравилась эта песенка поиску еду еду на конечку порошка на спине просто ты тут же пошла отвлеклась тут же пошла на youtube не нашла валера буду просить просить трек в ютубе нет свет минаева она есть в фейсбуке я с ней записывал подкаст кстати один из последних дхарма военного времени она в фейсбуке выкладывает они сейчас такой проект они затеяли с друзьями записывают детские песенки просто там с ютубом проблема потому что там с всякими этим правами вот они боятся там а вот фейсбуке они вот выкладывают у них там они просто собираются дома у кого-нибудь в киеве и в общем хорошее я сширил как-то даже не скинул вам там специально спасибо большое потому что даже подумала что тут же у нас это разрастается я тут разрастаюсь и будут встречи концерты просто красиво что я заметила себе туда вот и зрение зрительный канал канал восприятия вижу картинку слышу музыку да она еще как-то у меня соединяется но когда появляются слова все я уже не вижу не слышу музыки я вся в словах просто я настолько реагирую на слова профессиональные скажи мне так как вот как они звучат как они соединяются какие там смыслы я ухожу просто вот в эти слова и все я уже не музыки ну как я пыталась да вот самое главное что я это отметила и пыталась возвращаться все таки вот как как оно вяжется для меня не вяжется да как бы каким-то образом она у меня соединилась на дети интересное просто наблюдение как это у меня работа да благодарю очень нежно очень нежно очень насколько это сравнимо только с тем сегодня как знаете что у нас запустили нас есть видео в одессе появился свет вечером и так есть такое видео когда одесситы включили свет открыли окна и кричат на друг другу типа свет просто вся обвеса просто кричит свет и да вот они настолько громко друг друг радуются просто темный город многоэтажки и да вот просто кричит что у нас есть свет вот и на фоне вот это такая детская такая нежность такая трогательность очень да благодарю понимаете симга я специально хотел да вставить ну и сделал это и вставил этот со словами тоже потому что действительно песня которые слова и которые мы понимаем они действуют нас по-другому чем там музыка или там песня где слова мы не понимаем конечно мы можем это отмечать насколько вот история созданной слов это особая конечно такая до 10 лет ален скажешь доброе утро хотелось сказать что фейсбук напомнил что у света сегодня это было еще один по одним поводу делать саундтрек из ее музыки это было так хорошо сегодня мы видим упоминание и упоминание хорошая встреча а про истории сегодняшнюю практику сегодняшнюю тему очень хорошо было заметно как фрактальность истории как история моя разворачивается в контексте истории истории внешней как соединяет в себе историю утра историю разговора и множество историй услышанных внутри разговора и как это влияет и создает новые новые контексты очень интересно само по себе и сюда хочется добавить что утренние встречи это отдельная история это отдельная музыка и и твой убаюкивающий голос это извините меня еще 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 вот нельзя сказать нельзя сравнить это с гипнозом но говорить после тебя очень сложно потому что мысли мысли разбегаются и собрать их в пучку и как-то связать в отдельную историю от твоего контекста но благодаря вот тому что ты делаешь благодаря акциям там практики которые расставляешь есть возможность видеть пространство между этими историей это очень это очень сильно влияет и на привязанность к истории и ну прошло уже май почти полгода моих регулярных посиделок с облачной санхой и я вижу насколько ценный это инструментарий для того чтобы истории оставались крезвыми настолько насколько это возможно и до умение видеть воздух и пространство между историями умение залипать это почему очень важно уделять внимание особенно сейчас когда внешняя история настолько сильно что способна поглотить и переживать и не оставить ничего человеческого поэтому из фрактальности истории из того что ты даешь возможность прикасаться пространство между ними рождаются действия и благодаря облачной санхи тем кто включается кто говорит за возможность видеть пространство переживать спасибо за историю спасибо спасибо да и ну я тут конечно сюда хочу перевести стрелки на вас но потому что вот мне очень понравилось как мы с гершоном придумали про про идентичность что то чему я принадлежу и то что я делаю что я создаю собой потому что сильно если мы говорим про какие-то сообщества да да мы как бы им принадлежим и как-то внутри этого вот чувствую что другие люди уже создали это пространство куда я прихожу и так погружаясь в это уже уже атмосферу но в то же время своим приходом я эту же атмосферу и создаю то есть просто своим соучастием это не какие-то они и другие делают это а это мы делаем и вот это такой парадокс тоже который невозможно разложить на исключительно какую-то линейную логику потому что он собирает себе сразу объем такой и поэтому здесь ну как я там делаю свое конечно дело но каждый из нас получается каждый из вас и из нас делает свое и в смысле что просто приходом сюда молчаливым или разговорчим и спасибо что удается некоторым из вас пробиться сквозь морок которые я тут напускаю и как-то призветь да 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 и мой голос останется с вами окей ну давайте на этом завершим сегодня и вот хорошая новость также что действительно наши встречи регулярные и они продолжающиеся действительно как это есть вот в этом континуум определенный такой даже если вот в какие-то моменты по каким-то причинам кто-то не может прийти сейчас особенно в украине когда свет пропадает постоянно это все очень тяжело и но как вы знаете все вы и вы и так знаете это и продолжайте знать пожалуйста что это пространство существует что пока последний из нас сюда сюда будет приходить оно будет существовать и сюда можно вернуться сюда и поэтому это вот постоянство просто существование этого но тоже нас может сейчас поддерживать в этих трудных условиях как возможность прийти даже если там в какие-то дни для вас лично невозможно но не значит что не будет возможно завтра или там послезавтра через неделю когда-то еще окей спасибо и на завтра сегодня вечером кто и со сегодня у нас еще встречи по пиле вина помните да для желающих олег будет родить так что еще увидимся пока счастливо